В Краснодарском крае в рамках государственной программы «Региональная политика развития гражданского общества» успешно реализуется краевой проект «Инициативное бюджетирование», благодаря которому жители получили возможность принимать активное участие в благоустройстве своих населенных пунктов. В прошлом году в Славянском районе участниками краевой программы стали семь сельских поселений. Были благоустроены спортивные и детские площадки, стадион в поселке Рисовом, построены парковые зоны в хуторах Коржевский и Сербин. В 2019 году с инициативой строительства парка в хуторе Сербин выступили депутаты Совета Маевского сельского поселения. В 2020 году поселение вступило в краевую программу инициативного бюджетирования. Проект был профинансирован из краевого бюджета. И вот меньше чем за год в хуторе Сербин открыта красивая парковая зона, чему жители не сказано рады. Очень красиво все получилось, жители хутора Сербина очень довольны. Каждый вечер приходят, гуляют с семьями. Очень приятно, конечно, что у нас такая достопримечательность получилась в хуторе. Очень рады. Очень красивый парк у нас открылся. Мы так долго ждали. Все нравится, детям нравится. Дорожки хорошие, на самокатах катаемся. Да, Тай? Так что все устраивает, спасибо. Открытие новой парковой зоны для жителей хутора Сербин стало настоящим праздником. Всех пришедших угощали чаем и радовали песнями. Понад речки, понад полем, ветер молодой. Поклонился хлебом, солью празднику столой. Как вино в праздных ромашек, песня хороша. И гуляет на распашку русская душа. Вместе с жителями хутора Сербина радость открытия нового парка приехал разделить глава Славинского района. Роман Синеговский поздравил селян с таким замечательным событием. Я хотел бы сказать большое спасибо губернатору Кубани, Вениновичу Кондратью, потому что благодаря программам, которые сегодня есть в крае, это комфортная среда, инициативное бюджетирование, есть возможность сельским поселениям, даже не такой большой территорией, как ваша территория, Маевское сельское поселение, с количеством жителей чуть более двух тысяч человек, есть возможность принимать участие в этой программе и делать такие добрые дела, скверы, парки, спортивные зоны, детские площадки. И хотел же, конечно, сказать большое спасибо жителям, потому что программой звучит инициативное бюджетирование, то есть инициатива была от жителей, инициатива была от вас. И благодаря вашей инициативе, благодаря главе и его команде вы приняли участие и сделали вот такую красивую территорию. Глава Маевского сельского поселения Андрей Дмитриченко пообещал, что на этом благоустройство не закончится, парк и дальше будет развиваться. Мне хочется как бы здесь тоже поблагодарить нашего губернатора, Венина Кондратьева, который по его инициативе эта программа существует, так бы она и оставалась мечта, а с помощью этого даже маленькое наше поселение, которое имеет маленький бюджет, все-таки смогло построить этот парк. Он не закончен, конечно, мы постепенно будем достраивать, будем ставить формы. Здесь в этом году мы запланировали спортивную площадку с тренажерами, она будет стоять. Постепенно будем делать стадион. В парке установлены удобные лавочки, сделано освещение, территорию украшают малые архитектурные формы. Здесь будут проводиться сельские праздники и торжественные мероприятия. Участниками краевой программы «Инициативное бюджетирование» в этом году стали еще девять сельских поселений, в которых также благоустроят парковые зоны, детские и спортивные площадки. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова